Всем привет-привет! Конец сентября и только сейчас у меня наконец-то освободилось время для того, чтобы начать снимать многими любимую рубрику «Было-стало». Я обещала своим подписчикам, которые с весны, по крайней мере, следят за моим каналом, что когда вернусь с моря, обязательно сделаю обзор орхидей, как они меня вообще встретили, как они провели без меня три с половиной месяца. Вот сейчас вы видите архивные кадры мая месяца этого года, когда я в конце месяца уезжаю, выверила вообще полив, написала ЦУ по поливу. Вот я где-то досверлила дырочек, где-то досыпала субстрата, где-то субстрат уплотнила, где-то наоборот сделала его более воздушным и рыхлым. Короче, я постаралась в конце мая месяца этого года привести большинство своих растений к единому знаменателю, который бы позволил не сильно геморроиться с поливом. Потому что, сами понимаете, одно дело архаман готов вокруг своих орхидей скакать с утра до ночи, а другое дело люди, которые к орхидеям, скажем так, не испытывают большой страсти. Летом мои орхидеи провели кто на широких подоконниках, кто на импровизированных стеллажах на балконе. Причем, знаете, эти стеллажи были составлены из огромных коробок, водруженных друг на друга. Вот, в самые жаркие дни, которые все-таки случались в московском регионе этим летом, включался кондиционер. Но на стекле было сделано очень мощное затемнение. Вот сейчас вы видите орхидеи как раз в лучах солнца, которое проходит через вот эту фольгированную пленку. Я ее сделала съемной, но, сами понимаете, как вот я ее оставила на окнах в конце мая, так я ее и сняла в сентябре месяце, когда прилетела. Это уж слишком, знаете, геморройный такой вариант. Но я уезжаю, я рассчитывала все-таки на то, что лето будет как лето, что будет жарко, что будет солнечно. И поэтому свои растения от перегрева и от именно агрессивных солнечных лучей я попыталась сберечь. Кто же знал, что лето будет очень неравномерным таким и будут очень холодные недели без вообще солнечного света, без единого лучика. Ну, короче, конечно же, конечно, если бы я была здесь, я бы свои растения все время таскала туда-сюда. В солнечные дни я бы их притеняла сильнее. В пасмурные дни я бы их подтаскивала, по крайней мере, с пола я бы их убирала, конечно, куда-нибудь на подоконнике, поближе к редкому солнцу. Вот, но, ну, как уехала, так уехала, так и вернулась. Нашла вот эти вот контейнеры в том же положении, в котором я их оставляла. Но надо сказать, что полив действительно был прекрасно вообще осуществлен. Был у нас, как я говорила, трехнедельный период засухи в августе месяце, но растения с честью выдержали этот период, особенно те, у которых нарастало уже в условиях моих регулярных и частых просушек, да, вот, вернее, длительных просушек, да, нарастала хорошая корневая система. Чуть поморщились, сильно поморщились в некоторых случаях растения, у которых корневая не была еще мною воспитана, но ни одно растение от засухи не погибло. Сегодня буду, ну, сегодня начну свой вот этот вот обзор из серии было-стала с такой ключевой, со знаковой фигурой в своей коллекции. Причем, самое интересное, это не какая-то очень дорогая орхидея, это не какой-то редкий сорт, гибрид, или тем более это не видовое какое-нибудь растение, или тем более не природник, который был выдран браконьерами в природе и прислан мне. Нет, это пока что безродный фаленопсис, когда он зацветет, мы с вами, наконец-то, надеюсь, узнаем, кто же это. Но почему знаковое? Ну, бывает такое, что, знаете, вот цепляет растение и тебя, и внимание, и даже любовь, симпатию, да, твоих подписчиков. Короче, это мой 740, которого в прошлом году мы приобрели на Балканах, да, у него первое прозвище было Черныш, потому что цвет ботвы очень сильно отличался от цвета всей предыдущей, значит, фаленопсисовой ботвы, которую я когда-либо видела. Вот, потом я его звала Балканский фаленопсис, а потом вспомню, что у него цена была 740 при покупке, это была сильная-сильная уценка. Вот, в гарден-центре, где я покупаю орхидеи, да, есть уценённый отдел, но туда заходить без слёз нельзя, потому что уценяют там орхидеи уже тогда, когда не видят в них никакой перспективы, да. И часто бывает так, что ты в обычном отделе, где неуценённые орхидеи стоят, с остатками цветения, ты видишь орхидеи в жутком состоянии, в котором у нас бы, да, в наших Уби, Леруа, их бы уже давно-давно отправили, не в отдел уценки, а на помойку, а там они стоят в обычном отделе, цена на них просто запредельная, и когда ты говоришь, слушайте, ребят, ну вы так уже ухайдокали орхидеи, что они всё равно уже скоро умрут, давайте я у вас их куплю хотя бы вот, ну, за сколько-нибудь. Они говорят, нет, мы их недавно получили, ну, недавно, это может быть месяца два назад, да, ухаживать там за орхидеями не умеют. И, короче, или берите по полной цене, или отвалите. Ну, короче, вот это растение было куплено в отделе уценки, и там посреди просто зелёной, яркой, такой светлой ботвы я узрела нечто тёмное, схватила, но потом наша компания увлеклась выбором кактусов, я совершенно забыла о сделанном выборе и не донесла этот фаленопсис до кассы. А потом, когда я про него вспомнила, я что-то так стала переживать, вы знаете, прям было ощущение, что я какой-то шанс упускаю. И спустя три с половиной недели после того первого случая, да, в смысле поездки в гарден-центр, я там оказалась с оказией ещё раз. И вы представляете, этот фаленопсис меня стоял, ждал, причём, что тогда первый раз он производил впечатление фаленопса, которого вообще никогда не поливали. И спустя три с половиной недели он стоял всё в том же, что называется удручающем состоянии, я имею в виду корни и шейку, да, там всё было практически в солому усушено. А листья, что меня поразило, листья были по-прежнему пластиковые, как будто бы это высококачественная ременная кожа. Меня это так поразило, я, короче, его схватила. Вот, пожалуйста, кадры лета 2018 года. На заднем плане стоит тетраспис, которого я два года подряд таскаю на море. И только в этом году, наконец-то, ему стало, как сказать, ему стало неплохо. И он выдал какие-то признаки более-менее оживлённого роста. Ладно, сегодня не про тетраспис, его я уже показывала. Сегодня про вот этого вот черныша, про балканца, про 7,40. Вот так вот выглядел он. Я специально тогда отмыла лимонным соком только верхние два листика, чтобы показать, как памятник Менделееву был отмыт настолько, помните, да, у Задорного, что оказался памятником Ломоносову. И вот такая вот была у нас корневая. Мама, когда увидела эти фотографии, она мне говорит, слушай, ты специально, что ли, вот выбираешь самое убогое растение? У тебя хобби, что ли, такое? Я говорю, мам, ну просто ботва понравилась. А как цветёт, говорит мама? Я так, говорит, представляю, что его можно было купить только вот из-за какого-то потрясающего цветения. Я говорю, мам, я даже не знаю, как он цветёт. Вот там, кстати, видите, сверху под правым листом, под верхним, там зачаток цветоноса был. Он не развился вообще никак, поэтому я его вместе с остатками нижних листьев потом, спустя длительное время, удалила. Мне просто нужно было оголить по максимуму и проверить этот участок шеи. Шея была просто алис капут. Плюс, когда в то лето я переезжала с квартиры на квартиру, мы умудрились, пока носили сумки, вот, катки с растениями поставить на крышу раскалённой машины. И у нас вот, короче, один лист прям сильно-сильно подварился. Я его обрезала. И, в общем и целом, вот этот вот некроз, отмирание ткани, оно больше никуда не пошло, слава тебе, Господи. Потом, когда мы вернулись в Москву в начале сентября, мы очень долго с этим фаленопсисом смотрели друг на друга и не знали, что вообще делать. И мы не делали ничего. То есть я его как поставила вот так вот в пустую тару, так он у меня долго-долго и стоял. Тара была без дренажных отверстий, я просто наливала воды вниз и потом её минут через 15-20 сливала до последней капли. Потом смотрю на старых корнях, которые, кстати, после того, как я его купила, да, я же его стала, естественно, поливать. На моей лоджии очень высокие температуры бывают. Ну вот, и поливать приходилось достаточно часто, намного чаще, чем я бы поливала это растение и какие бы то ни было другие орхидеи в квартире, да, если бы они жили. Ну так вот, поливала часто, смотрю, старые корни отпоились постепенно. Вот, и когда мы прилетели в Москву, я выпотрошила старую посадку, с которой мы летели. Смотрю, там прямо очень даже есть на чём продержаться. Какое-то время он у меня стоял, 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 часть корней всё-таки усохла. Видите, вот здесь вот тоже видно такие усохшие фрагменты. Но и того, что уже начинало нарастать, и того, что сохранилось из магазинного орха, такого корневого запаса, вполне было достаточно для посадки. Но что было делать с шеей, вы видели, да? Во-первых, иногда бывало такое, что лист, который не нижний даже, а вот находящийся между листами, он начинал, например, моментально за два дня желтеть. Вот, растение явно вело себя как-то не очень адекватно. Я думаю, ладно, подержу тебя ещё немножечко. Удалила все нижние листья, оголила шейку. Не знаю, какого цвета будет цветение, говорю же. Но были там вот такие кольца фиолетовые, которые, ну, вернее, они в круг не замыкались, но опоясывали так прилично шейку. То есть непонятно, то ли это пигментация, то ли это трахеомикоз. Но, знаете, когда из шейки растения с такими пятнами, кольцами особенно, долго не идут корни или начинают расти, но закукливаются, это говорит о том, что там такие есть какой-нибудь микозик. Поэтому мы что летом прошлого года, что всю оставшуюся часть года мы фундазолились. Вот, и потом уже ближе, по-моему, к отъезду на море по весне, я решаю всё-таки закопать вот ту страшную шею. А я её в первом варианте посадки не закапывала. У меня растение на вот этих вот подпорках было, качалось на всех ветрах, но шею я не оголяла. А потом всё-таки решила её закопать, но запомнила, где эта страшная шея находится, чтобы при поливе туда вода вообще не попадала. Итак, погружаю я только на нижнюю половину, вернее, погружаю только нижнюю половину этой посадки в воду, и корни они постепенно в воду подтягивают. Скорлупа кедрового ореха, в отличие от, ну не знаю, от того же, наверное, керамзита и тем более от мха, она не передаёт влагу от намокших слоёв к ненамокшим. Мне она чем очень нравится. Хочешь полить только нижнюю часть корневого кома, пожалуйста, поливай только нижнюю, верхнюю у тебя всегда будет сухая. И вы видите контейнер, чёрный контейнер, в котором от орхидея три с половиной месяца летом пробыла. Так вот, вода наливалась в этот контейнер до верха бортика, да, и, соответственно, как бы верхняя часть посадки самого вот этого фулинопса всегда оставалась сухая. Мне очень нравится это соотношение. Единственное, конечно, смущало, что орхидейка не очень здоровая, и она, как вам сказать, могла бы передать свои бяки соседним растениям. Но что-то я сплоховала. Орхидея так хорошо поместилась вообще в этот контейнер, я уезжая вообще не подумала о том, что могут быть какие-то последствия. Вот так вот, когда всё делаешь за несколько часов до отлёта, начинаешь косячить. И вот сентябрь месяц, конец сентября, вот так вот выглядит мой 7,40. Очень многие мои подписчики спрашивали, когда же я вам его покажу, а некоторые даже решили, что он на самом деле погиб, поэтому я всё тяну, тяну с обзором. Да нет, ребят, вот он, я всё ждала, когда он кончик листика покажет. Листик показался, даже успел подзагореть, видите, какой он баклажановый. Два листа в итоге я посмотрела, да, по хроникам два листа он отрастил с момента покупки в прошлом году. Есть орхидеи, которые, фаленопсисы именно, которые вообще один лист в год выдают. Ну, это, знаете, какие-нибудь азиатские видовые орхидеи, да, или первичный какой-нибудь гибрид вот двух видовых. Ну, короче, они более капризные и более медлительные в плане наращивания ботвы бывают. А голландцы, они обычно более быстрые, скажем так, на прирастание зелёной массы, но вот бывают и тугодумы. Я думаю, что в нашем случае два листа за год при таком анамнезе это очень даже хорошо. Чтобы вот эти подпорки не мешали съёмке, и плюс фаленопсис уже так хорошо закрепился в горшке, что подпорки не нужны, я их, короче, убираю. И вот, пожалуйста, два листа старых, оставшихся ещё с прошлого года, два листа новых, и третий новый листик у нас сейчас растёт. Я его не собираюсь в ближайшее время пересаживать, я не собираюсь менять ему режим полива, я не буду его ни удобрять, ни стимулировать, я вообще этим, ну, не балуюсь. Не хватает мне самой дисциплины. А тем более растения, которые с таким нехорошим в прошлом, да, анамнезом, я боюсь стимулировать, потому что мало ли там какие-нибудь грибки, я их тоже простимулирую. Продолжаем мы фундазолиться. Сейчас специально для съёмок я отмыла всю листву, протёрла их вот лимонным соком, разведённым с водой, для того, чтобы вы в обморок не падали. Потому что, конечно же, любая болезнь – это некрасиво. Любая реанимация – ну, это не очень эстетическое зрелище, скажем так. Я уже мысленно давным-давно перевела этот фаленопсис из разряда проблемников в разряд хорошо себя ведущих орхидей, но всё равно о том, что находится там, что закопано под скорлупой кедрового ореха, я прекрасно помню. Перелистываю периодически фотохронику, думаю, боже, 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 не дай бог туда вода попадёт. А для чего спрятала? Вот для чего спрятала? Ну, просто это ужасно было, некрасиво, это было страшно. Когда я разобралась, наконец-то, с нюансами содержания орхидеи в скорлупе кедрового ореха, которая в прошлом году была для меня абсолютной новинкой, вот, я стала, естественно, более смелой, более отважной и кое-где, конечно же, безрассудной. Но вот пока что у нас полёт нормальный. я считаю, что для прошлогоднего такого, ну, не скажешь, что полутрупика, но для проблемника это очень даже неплохой результат. С приростом двух листьев и с появлением новенького шейка удлинилась конкретно. Я имею в виду не та шейка, которая закопана, которая без листьев, и с полугнилой попкой. Нет, я имею в виду ту, которая над субстратом. И это очень хорошая площадка, вот эта длинная шея, да, удлинившаяся, хорошая площадка для нового корнеобразования. Иногда бывает так, что проблемная орхидея начинает выбрасывать один лист за другим, не давая предыдущему вырасти до полноценного размера, да, до полноценной длины, именно для того, чтобы увеличить длину шейки. Когда вы растения лечите, например, регулярные обработки каким-нибудь фунгицидом проводите и задеваете этой обработкой не только старые запчасти, но и новые, нарастающие, вы таким образом защищаете новые листья или псевдобульбы у симпадиальных орхидеи от распространения там грибков, микозов, трахеомикозов, фузаримов и так далее. Вот, и новые запчасти растут, да, не пораженные этим грибком. И вот на эти запчасти новые нарощенные растения и делают ставки. Поэтому, когда новая шея отрастает, у проблемного фаленописа, пускай вас не пугает, что листья не дорастают до полной длины, растения торопятся. Растения торопятся нарастить шею, не пораженную грибками, чтобы из нее начать выпускать корни. Потому что, еще раз скажу, если из шеи не идут корни вообще, или идут и тут же закукливаются, или останавливаются на 2-3 см, и потом долго не раскукливаются снова, то это нехороший признак. Вот растение, оно с нашей помощью, без нашей помощи, вот, оно пытается как-то выкрутиться из положения, да, потому что инстинкт размножения, инстинкт самосохранения у растений очень хорошо развит, да, как и у животных. Вот, видите, недавно была проведена обмазка фундазолом, я специально в этом месте не стала стирать обмазку для того, чтобы показать вам, что фундазол, он абсолютно не тормозит корни образования, как многие говорят, вот, фундазол намного отбросит, да, развитие вашего растения назад, ничего не отбросит. Вот прекрасно через него пробивается пимпочка нового корешка. Старые корни, видите, они белесые, это не потому, что они такие серебристые, никогда воды не видели. Ну, и это тоже, да, они серебристые, они воды не видели, но поверх них еще и обмазка фундазольная, поэтому они так немножечко выглядят нереально. Сюрреалистично. Так вот, они растут, они от фундазола не портятся, они не усыхают, как страшилки фундазольные, да, нам гласят. Короче, все, ребята, чики-поки. И я вообще заметила в прошлом году, вам говорила о том, что как только я прекращала фундазольные регулярные обмазки, у нас начиналось опять торможение в росте. Каждая новая обмазка сопровождалась резким каким-то всплеском активности. Вот. Так что буду продолжать. Не знаю, насколько там вырабатывается резистентность. Вот пока что год у нас с фундазолом мы живем, и я не вижу никаких негативных, скажем так, влияний фундазола на растение, и я не вижу, что растение перестает на фундазол реагировать. Такая же картина, как и год назад. Обмазала, хоп, тут же или корешок наметился, или рост листа ускорился, или новый листик показался. Вот. Так что, ребят, все наши страшилки, вот эти вот они, или от незнания, или от неверно сделанных выводов. Ну что ж, ребят, буду уже с вами прощаться. В конце ролика поставлю небольшую, ускоренную на этот раз, фотохронику растения, потому что до этого все записи были раскиданы на 20 с чем-то минут, а сейчас буквально полторы минуты, в рамках которых вы просто еще раз посмотрите, как все начиналось и чем, хотел сказать, закончилось. Нет, не закончилось. У нас сейчас, наверное, только самое-самое начало, самый расцвет. Итак, всех целую еще, приду. Берегите себя, свои растения, и не покупайте растения в таком ужасном состоянии, потому что 99% что вы растения просто... просто донесете сразу же до мусорки. Это редкая просто удача, и очень живучий, видимо, гибрид мне попался, что он с такой страшной шеей все-таки выжил, и продолжает меня радовать. Очень надеюсь, что в этом сезоне осенне-весеннем мы таки увидим его отсветения и узнаем, кто это. Все, всех целую и уже ушла. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok